Мы с Ладой приехали в Киев для того, чтобы сделать МРТ позвоночника и головного мозга мне. Мы приехали на площадь Шевченко, здесь в здании института эндокринологии есть такая контора, делают МРТ. Говорят, это вредное такое обследование, там облучение происходит, ну, в принципе, если не часто делать, то можно. МРТ это магнитно-резонансная томография, да, я все время забываю. Честно говоря, никогда не знал, что такое МРТ, что такое КТ, вообще и знать не хочу, но, видите, приходится иногда делать. Вот в этой клинике смарт мы будем делать мне томографию мозга и позвоночника. Так, 1360 гривен стоит одна область, да, одна опция МРТ и 70 гривен еще стоит снимок отдельно сделать такой. Вот такие цены. Дорого. Ну, бесплатно не будут нас лечить. Ну что, все сделали нам МРТ трех областей. И что нам дали? Нам дали три фотографии, да, и диск с записью. Ну, и здесь описание диагностики. Короче, мое здоровье все здесь полностью изложено, мы еще не читаем. Сейчас будем изучать. Есть такая шутка, что нет здоровых людей, есть только не обследование. И это, к сожалению, правда. Я на собственном опыте это проверил за последний год. А мы хотим снять для вас полезное видео, в котором будут и цены, и платное лечение, и бесплатное лечение. То есть все, что мы смогли узнать, вообще показать вам картину медицины в Украине. Ну, это сказано очень сильно, потому что всю картину показать невозможно. Медицина это такая обширная сфера. Но нам пришлось соприкоснуться с тем, с чем соприкасаются обычно люди, которые обращаются в поликлинику. И они хотят знать, сколько стоит прием, можно ли вообще получить его бесплатно. Сколько стоит анализы. Мы это выяснили и сейчас будем вам рассказывать. Друзья, сейчас очень много пишут наши соотечественницы, которые уехали в Европу. Ну, понятно, почему вынужденно уехали. И они там соприкасаются с западной медициной, хваленой западной медициной, которая у нас тут считалась ну просто идеальной. И оказалось, что многое там совсем не так, как нам казалось. Вот письмо. Вот уже почти полгода, как я сижу в Польше. И первое, что я хочу написать по этому поводу, так это то, что наши украинские врачи с учетом своей копеечной зарплаты просто золотые люди по сравнению с врачами польскими. Ну, во всяком случае, с теми врачами, которыми лично я сталкивалась за свою жизнь. Медицина в Европе это такая интересная штука, что кроме матов у меня на нее слов нет. Во-первых, попасть к любому врачу это тот еще квест, так как запись в государственную больницу в лучшем случае на две недели вперед расписана, а то и на месяц. Сегодня после месячного ожидания пошла к бесплатному стоматологу, так как месяц назад болел зуб. Определила, где болела примерно, сейчас не болит. В итоге прихожу, а мне врач говорит, как я могу вас полечить, если вы не знаете, что у вас болит. Ну, вот, например, наша родственница в Польше. Она не смогла попасть на прием к врачу. То есть, для того, чтобы записаться, ей надо было приехать туда, записаться по телефону, записаться невозможно. То есть, ты приехал километров 10, записался, уехал и назначили тебе лечение на, допустим, через две недели. Вот так вот. Мне нужно было опять записаться через мобильное приложение. В результате я попала к врачу через две недели. Доктор Мануэль, именно так зовут врача, к сожалению, он еще оказался моим личным лечащим врачом, за 2-3 минуты успел испортить мне настроение. Не дал никаких рекомендаций, что же делать с слегка повышенными показателями в анализах. На просьбу выписать мне капли в нос, нервно прописал парацетамол и издали, практически бросил меня этим рецептом. Затем быстро встал, открыл дверь и сказал адьес. При стандартном ОРВИ нам сказали, что хрипа в легких нет и выписали сироп от кашля. Не совсем понял, а для чего сироп, если у нее просто сопли стекают по задней стенке глотки и от этого кашля, ну да бог с ним. Так вот, на что я хочу обратить ваше внимание, мои дорогие. Препараты от кашля или отхаркивающие средства. Это печальная ментальная особенность нашего географического пространства. В цивилизованных странах говорят о том, что интенсивность или эффективность всех лекарств от кашля сопоставима с обильным питьем. То есть, если человек много пьет, это достаточно, чтобы у него был хороший продуктивный кашель. Тем не менее, я лично прекрасно понимаю польских врачей, которые выписывают всем подряд какое-нибудь средство от кашля при соплях, ну, какой-нибудь сиропчик на растительной основе, типа отхаркивающие средства. И я знаю почему. Потому что, когда польский врач примет 5-10 наших женщин, которые оказались в Польше с детьми, и скажет, у вас сопли или у вас ОРВИ, идите домой при температуре, выпейте парацетамол, вообще сидите дома и пейте побольше жидкости, то от него потребуют лекарства. Если он эти лекарства не даст, то будет страшная обида и так далее. Поэтому, чтобы вы, мамочки, от него, от доктора отцепились, он всем и назначает неэффективные, вполне безвредные, такие отхаркивающие средства. Много миллионов украинских беженцев уехали в Европу. 60% из них, кстати, уже вернулось. И я сейчас покажу одну из причин, почему они вернулись. Сделали опрос у украинцев, которые бежали за границу. И смотрите, что где лучше, в Европе или в Украине? У нас люди не ценили то качество сервиса, которое у нас есть, качество сферы охраны здоровья. Здоровья, больницы. Здесь почти поровну. И у многих вопрос, какого хуя так? Так, если мы берем частные клиники Украины, там полностью везде европейское оборудование, полностью. Там самые современные аппараты КТ, МРТ, УЗИ и многое такое. И даже уже в некоторые государственные клиники проползают хорошие, качественные оборудования. Ты в Украине никогда не упрешься в то, что нет каких-то лекарств или нет какого-то оборудования. Это все есть. Просто сложно найти либо на это деньги, потому что плохая социальная защищенность, либо сложно найти качественного врача. В Европе та же проблема. Абсолютно. Потому что там зачастую страховая медицина, либо кредитная. Кредитная, потому что МРТ в Германии 800 евро сделать. Прикинь? В связи с тем, что у нас произошла реформа медицины, мы отошли от системы Симашко, и у нас теперь семейная медицина, теперь у нас все делается через семейного врача. Если у вас есть договор с семейным врачом, то у вас появляется сразу номер этого врача. Вы, в принципе, можете ему позвонить в рабочее время, даже не приходя на консультацию. Абсолютно по вайберу, очень удобно. Мы вообще со своим врачом общаемся по вайберу. То есть ты можешь даже не звонить, она тебя назначает по вайберу. День, когда ты там сможешь, или, допустим, практически она в тот же день, может быть, на следующий день она может принять. А в моем случае было вообще так. Она меня не принимала, она просто выслушала, какая у меня проблема, и поняла, что мне нужно к профильному врачу, не к ней, а к узкому специалисту. И скинула мне направление к этому специалисту СМС-кой на телефон. С этой СМС-кой я пришел в нашу центральную поликлинику, где сидят бесплатные врачи. Заметьте, вот мы сейчас рассказываем про бесплатную медицину. То есть я зашел в регистратуру, мне назначили к бесплатному врачу. Время тоже не в тот же день, но на следующий, кстати, что очень быстро. В удобное для меня время я пошел, и врач меня принял совершенно бесплатно. Что же конкретно можно бесплатно получить в Украине, обратившись к семейному врачу? Ну, во-первых, это консультации врачей, да, если тебя семейный врач направляет. Во-вторых, что там? Анализы. УЗИ, анализы, рентген. Операции какие-то даже возможно. Даже операции можно, да. Но вот то, что Лада сейчас перечислила, вот эти вещи, они не сразу, они по очереди. Потому что это бесплатно, и там существует список, очередь. На консультацию могут вас послать на следующий день. А вот анализы уже мне сказали, нужно ждать минимум неделю, чтобы я сдал бесплатные анализы. А платные анализы при этом я могу в любой день... То есть, анализы лучше делать, конечно, платно. Платно, да. Мы сейчас находимся в центре Ерпенео, в парке Правика. Здесь есть небольшая кофейня вот такая. С таким вот перечнем услуг. Хотим купить чайку, да? Согреться немножко, потому что уже осень, прохладно. А, это детская игровая комната. Там внутри дети развлекаются. Так, Лада купила в ларечке чай с облеплением. Я уже выпила почти все. 60 гривен такой стаканчик. Дорога. Да, простой чай 20 гривен. Шоколад горячий не было, 35 гривен стоил. Неожиданно, да. Дороговато так чайку пить. Насчет платных анализов, это вообще просто. Существует несколько платных лабораторий. По крайней мере, в Ерпене их 3 или 4. Я не буду перечислять названия. Дело в том, что у них цены почти одинаковые. Например, анализ мочи простой. 100 гривен, анализ крови 150. Чем сложнее анализ, тем дороже. Есть типа 500 гривен анализы. Есть по 250, есть по 700, есть и по 1000 с чем-то. Если там комплексы, там биохимия какая-то ходит, там гормоны. А сейчас хотел бы я вспомнить про платные услуги государственной клиники. То есть кроме того, что вас могут послать, послать не очень хорошее слово, но направить вас, могут к врачу бесплатно провериться от семейного доктора, направить в поликлинику государственную. Можно еще попасть к тому же самому врачу, но платно. Вот 280 гривен это вот к хирургу, например, стоит записаться. Но там к невропатологу, в тот же день вы можете попасть, если вы, конечно, не под вечер пришли. К невропатологу будет 300, а 330, по-моему. Ну, то есть есть там небольшое колебание, но цены немножко дешевле, чем в частных клиниках. И заметьте, стоять в очереди не надо. То есть тебе дают талончик, ты приходишь на определенное время и все. Но вообще очередь до сих пор существует. Очередь в регистратуру никто не отменял. Люди, которые не пользуются электронными системами, не могут дозвониться, они приходят и стоят у окошка в регистратуру. Но очереди, я вам скажу, не очень-то и большие. В принципе, максимум вы постоите там 20 минут. А сейчас хочу вам рассказать, как избежать очередей. Вы можете пользоваться электронной системой записи к семейному врачу. Называется eHealth. Сайт называется Health.me. Когда вы подписываете договор с семейным врачом, вас вносят в эту систему. И вы через эту систему, через свой личный кабинет можете записываться, даже просто вот на этом сайте, не звоня врачу, не приходя к врачу, записываться именно к семейному доктору, не приходя в регистратуру. Насколько я понял, реформа медицины в Украине была призвана диджитализировать, то есть цифровизировать эту сферу. И была создана программа медицинская, которая позволяет вам отбросить в сторону бюрократии и бумажную вот эту вот шелуху, когда вот эти вот карточки бумажные надо было заполнять каждый раз. Потом они теряются, надо было в регистратуре их все время искать. И все это должно было перекочевать в базу данных электронной системы. Такие карточки, вот такие вот тома целые. У меня была такая карточка. Для этого был создан вот этот сайт и все ваши данные, все ваши посещения доктора, направление, которое доктор вам дает, все, что вам прописывает доктор, все это хранится в личном кабинете у вас. Вы можете это всегда зайти посмотреть. И это вообще круто. Но на самом деле, как у нас все, это не доработано. Можно хранить и увидеть только то, что касается семейного доктора. А то, что касается докторов узкопрофильных, это уже другая электронная система. Доктор Эликс называется. И туда пациент уже не имеет доступа. Эта система существует, например, в нашей поликлинике. Все доктора, например, там делают записи. Тоже хранится информация про то, у какого врача я был, что он мне назначил, всякое такое. Но я лично туда зайти не могу. Я могу только прийти в регистратуру и попросить, чтобы тетенька из регистратуры посмотрела, если я потерял, например, какие-то данные, ну, какие-то бумажки, которые они мне выдали, я их потерял, то я могу их возобновить, потому что это в базе данных у них там хранится. Но это тоже уже очень хорошо, потому что если терялись раньше бумажные эти карточки, то вы теряли вообще всю информацию про все диагнозы, которые вам раньше установили. Но опять же, я же говорю, почему-то это все и Е-Хелс, вот этот вот, и доктор Эликс, это все государственные системы, но они между собой не объединены, и пациент не имеет возможности электронно контролировать все свои посещения. То есть зайти через время, посмотреть, так, у кого там я когда был, что там мы не прописывали. Не все доработано. Зато в частных клиниках, например, в Вести, мне понравилось, что там существует у них, кроме сайта, у них существует еще приложение для смартфонов, в котором, опять же, та же самая электронная система, где отображаются все мои посещения, ну, вот все, что со мной там делались, все УЗИ, все назначения, и это всегда мне доступно. То есть у каждой частной клиники есть своя такая программка или сайт, где вы можете это все посмотреть. Запись к врачу происходит вообще по телефону, причем практически в тот же день вы можете записаться, потому что, конечно же, наплыва у докторов в частных клиниках нету такого большого. Стоит это 500 гривен прием? Первая консультация 500 гривен, а вторая консультация уже 400 гривен. Это вот, что касается именно клиники Веста. Есть еще у нас клиника Добробуд, то там... Там 800 гривен. Да, там обращение к доктору стоит уже 800 гривен, заметьте, почти в два раза дороже. Ну, и опять же, полный спектр услуг, там и анализы, и УЗИ. С точки зрения пациента, обслуживание сейчас в Украине, медицинское стало гораздо лучше. По крайней мере, сервис. Я уже не говорю о том, как лечат и чем лечат. Это отдельная тема. А вот с точки зрения самих врачей в Украине, нравится ли им эта реформа, я спрашивал у нескольких знакомых врачей и на приеме тоже поинтересовался у одного доктора. И я так понял, что сейчас те врачи, которые работают с семейными врачами, они имеют больший доход и довольны. Потому что сейчас вступила в силу такая система, когда деньги ходят за пациентом. То есть, чем больше семейный врач подписал декларации с пациентами, тем больше у него зарплата. А насчет узкопрофильных врачей, то у них ситуация немножко хуже. Из государственных клиник им даже пришлось многим уволиться или перейти в другие клиники, потому что они стали невостребованными. Но зато они все пошли в частные клиники. И в принципе в частных клиниках тоже зарабатывают получше, если они хорошие специалисты и их ценят. Ну и еще, например, даже те специалисты, которые остались в государственных клиниках, их зарплаты выросли. Сейчас по распоряжению нашего правительства зарплата врача должна быть около 20 тысяч гривен в месяц. Но реально, я узнавал, реально сейчас около 15 тысяч гривен в месяц получают врачи на руки. И зарплаты, если и выросли, то не настолько, чтобы сказать, что врачи сейчас у нас богатые, обеспеченные люди. Представьте, врачи тратят всю свою молодость на то, чтобы выучиться, окончить университет, 6 лет обучения плюс 3 года интернатуры. И за интернатуру плюс еще нужно платить деньги. Это не бесплатное обучение. То есть в сумме человек учится 9 лет своей жизни. А потом получает, ну, пускай даже 20 тысяч гривен. Разве это много? Честно говоря, человек, который окончил ПТУ, может запросто зарабатывать 20 тысяч гривен в Украине, потратив на обучение, скажем, всего лишь один год. Это же несоизмеримо. Я считаю, что врачи должны получать зарплаты намного выше. Тем более, что ответственность на врачах лежит просто огромная. Это ответственность за наши жизни. Как иногда прикольно приехать в Киев, прогуляться по улице Выжгородской. Мы уже тут 100 лет не были. Это такой вот, как бы, можно сказать, старый Киев, Куреневка. Подольский район, короче. И здесь... Идем в кинотеатр. Да. Мы сейчас приближаемся к кинотеатру Шевченко. И здесь парк на дороге такой. Такие аллеи. Вот они не старинные, но старые. И деревьям такие старые, могучие. Это кинотеатр имени Шевченко. И, похоже, он работает. Давайте посмотрим, какие пилы. Получается. Ну, давай посмотрим. Я ищу определенный фильм, но его здесь, по-моему, не показывают. Какой ты ищешь? Фильм называется «Я працюю на своем теле». А, без вопрос. Будем в 19.00. Сьогодні. Сьогодні есть такой фильм? Да, есть такой фильм. А где афиши нет? Афиши я не знаю, я не смотрела. Утром он в 12.50 иду, а в вечере в 19.00. У нас в фиолетовом зале. Вот я вам синий зал, фиолетовый, а метис фиолетовый и червоный зал. Вот оно идет в 12.50 и в 19.00. Фильм цей первую неделю идет. Цена на день глядача 50 гривен на день глядача. А, вот это среда. Друзья, мы не зря пришли в кинотеатр сюда, в кинотеатр Шевченка. Я просто хочу похвастаться. Выйшел фильм, неделю назад выйшел в прокат фильм, который называется «Я работаю на кладбище». Я працюю на твиттере, на украинском языке. Украинской умовой, бо він знятый в Киеве у нас тут. Зроблений нашими хлопцами. И мой родный брат принимал участь в створении этого фильма. Вин звукорежисер этого фильма. Дивите. Я хочу вам його порекомендувати, бо фільм, він актуальний завжди, бо він на такі вічні теми, життя, смерти і всяке таке. Я вам тут поставлю декілька кадрів з цього фільму. У мене важкий характер. І я працюю на цвинтарі. А ще в мене є страшна таємниця в минулому. Ну і донька підліток у теперішньому. І навіть на цвинтарі ти опиняєшся в компанії цілком живих людей. А-а-а! Ти якого х**у не усмію? Ну і просто придурки. Я бачу, ви великий оригінал. Хоча не такий вже і великий. Ось і все. Життя. Главное нам сейчас, щоб закончилась війна нашій победою. Всем счастья, мира, добра. Всем пока! Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор